Самарские новости спорта Счет 1-0 успокоил хозяев и начало второго тайма прошло в медленном темпе на невысоких скоростях. Самарцев взбодрил долгожданный выход на поле одного из лидеров команды Сергея Корнеленко. Восстановившийся после травмы нападающий первым же касанием едва не забил гол, а затем не один раз обострял игру. Есть люди, которые своим участием, своим присутствием даже на поле, плюс свои самодачи мобилизуют тех ребят, которые на поле. Поэтому Сергей один из таких. Я очень рад, что все-таки он уже с нами и тренируется в полную силу. И все же гости из Курска смогли потрепать нервы самарским болельщикам. Последние 10 минут они зажали хозяев штрафной площади. Мяч не раз мог пересечь линию ворот, но защитникам, которых на поле было сразу 6 в этот момент, удалось отвести угрозу. Не помог забить курянам и вратарь, прибежавший на последнюю главой в матче. Конечно, нужно дожимать соперника. Мы это знаем, понимаем, но сегодня не получилось. Где-то дали слабину, второй тайм начали тоже идти. Ни шатка, ни валка. Конечно, в таких играх надо забивать второй гол, чтобы было легче. Голки перкрылев Евгений Конюхов, очередной раз оставивший ворота в неприкосновенности, продлил свою рекордную сухую серию в играх ФНЛ до 1419 минут. Разменять полторы тысячи он постарается в следующем матче. Волжане уже в среду на Металлурге примут еще одного бывшего участника премьер-лиги. Томь из Томска. Начало матча в 19 часов. После трех туров самарцы пока делят места с третьего по шестое. С командами, которые также заработали на старте турнира 7 очков, возглавляют таблицу подмосковные Химки и питерская Динамо. Эти команды имеют стопроцентный результат по три победы. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!